доктор давайте начнем с того что насколько я знаю вы родились туркменистане да все там же учились в школе насколько я знаю потом вместе мы переехали москву и там уже доучились помощку школьные годы ваши последние прошли там и там же вы поступили в медицинский университет на кого учились медицинском университете я я имею до специализацию после университета вы имеете я сначала прошел год у меня был год интернатура по хирургии топший хирург и последующие два года ординатура это были по специальности урологии вы уролог но я знаю что многие очень путают сейчас урологов с андрологами вот конкретно скажите разницу для тех кто не сведущий еще и нефрологов приплетают там официально нет специальности андролог вот есть все таки специальность уролог и андролог и в целом вообще они вот это уролог дальше идут уже ответвление в сторону андрологии в сторону урологии в сторону вообще эндоурологии стерна в сторону нейроурологии в сторону онкоурологии то То есть такое большое поле, где практически каждый может себя найти. Но официальный документ один – это уролог. А дальше уже все эти ветви, кому уж кто на что гораздо, что называется, определяют зону своих интересов. И зона ваших интересов? Зона моих интересов – это урология, это эндоурология. В частности, в большей степени это хирургическая часть. Больше, наверное, эндоурология. У тебя вопрос был? Да, вот у меня как врача постоянно, естественно, спрашивают и по другим специальностям вопросы. И очень часто я сталкиваюсь с такой проблемой. Наши люди почему-то уверены, что раз человек уролог, то он занимается вот только исключительно мужчинами. Вот на этот вопрос немножко давай поможем нашим зрителям, нашим подписчикам понять, что урология – это только про мужчин или про мужчин и женщин? Нет, урология как раз-таки это и про мужчин, и про женщин. Потому что верхние мочевые пути есть, то есть почки, есть мочевой пузырь. Он есть как у мужчин, так и у женщин. Поэтому все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся – это мочекаменная болезнь, это онкология, это воспалительный процесс – они могут присутствовать как у женщины, так и у мужчины. Единственное, чего нет у женщины – это предстательные железы и длинного мочеспускательного канала. То есть к вам приходят и мужчины, и женщины? Все верно. Вы около двух лет назад переехали, по-моему, в Баку. Я не буду спрашивать причину. Я думаю, так, в принципе, и понятно. Где вы сейчас работаете, доктор? Я могу называть? Республиканский диагностический центр. Республика диагностика. РДМ. То, что люди называют в простонародье РДМ. Вы же не просто врач, доктор, к которому приходят. Вы еще и практикующий хирург, да? Вы оперируете, правильно? Да. Что приходит, с чем приходит чаще всего? Ну, сейчас в основном это больше, конечно, мочекаменная болезнь. Это проблемы, связанные с камнями почек, с камнями мочеточника, с острыми болями, с неострыми болями, с камнями почек. И приходите в основном оперировать их. А в целом зона интересов – это те же самые аденомы предстательной железы, опухоли мочевого пузыря, если они, например, с какими-то кривотечениями. На самом деле, урология – это вот целая, как говорится по-озвращенному, дырья, да? То есть это просто неисчерпаемо. У меня, хотя я еще до уровня наших дорогих американских президентов не дошел, но у меня все равно, я все равно буду записан на вас смотреть. Почему? Потому что вопросов действительно очень много. И я надеюсь, нам еще и в комментах накидают вопросов. И раз уж я здесь, все прекрасно знают, значит, придется похулиганить. Хулиганить. Можно, да? Я почему спрашиваю, я тебе сейчас скажу. Потому что я, когда познакомился с коллегой, я был в шоке. В каком смысле в шоке? Я привык, что урологи – это такие люди, то есть я сам, ты знаешь, я не из тех, кто от слова попа в обморок падает, да? Но урологи – это, как правило, такие ребята, которые просто даже я иногда шокируюсь. А такой интеллигентный человек попался и с такой специальностью я всегда удивился. Поэтому я сейчас спрашиваю насчет этого. Похулиганить не проблема, да? Нет, пожалуйста. Ну вот смотри, у нас, я не знаю, что они там потеряли, но до сих пор, хотя вот с 60-х годов, насколько я знаю, это не моя специальность, но с 60-х годов, по-моему, особо не практикуются массаж простаты. Но у нас там, я не знаю, что они там ищут, и очень часто назначаются. Два вопроса, самое главное – эффективно ли? И второй, еще более важный вопрос – риски, вред потенциальный. Ну, прям очень хороший вопрос, спасибо большое за уроки. Давайте начнем с того, в каких случаях назначают, да? Да, когда его назначают, полезен и стоит ли в этих случаях его назначать на самом деле, и вреден ли он? Ну, сразу же оговорюсь, в своей практике за, там, наверное, количество лет, там, более 10 лет, я ни разу никому не делал массаж предстательной железы. Единственное, единственным показанием для массажа предстательной железы, если была необходимость забора секрета предстательной железы, то есть с диагностической целью, но никак не с лечебной целью. Что касается пользы, вред. Было, действительно было исследование в этом отношении, помогает ли массаж предстательной железы. К сожалению или к счастью, не помогает. Нет никакого эффекта, абсолютно нет никакого эффекта от массажа предстательной железы. Ну, и сколько мужчин, прильнувших к экрану, сейчас выругалось, да, которые это прошли. Потому что, ты понимаешь, тут действительно нужную вещь у меня, да, в гастроэнтрологии, на колоноскопию не отправишь, потому что, ну, типа, ну, как же, я же азербайджанский мужчина, а тут прям добровольно, на этом люди себе... А что, подожди, люди на колоноскопию тоже не идут по каким-то своим субъективам? Тяжело бывает, да, значит, тяжело. А тут прям вот толпами. Да, доктор, продолжайте, сори, мы перебили. Ну, я думаю, люди, наверное, хотят именно этот предстательный, массаж предстательной железы, поэтому они идут. Потому что по практике, непосредственно даже в Азербайджане здесь, по тем необходимым вещам, которым мы делаем, это пальцево-ректальное исследование у пациентов с аденомом предстательной железы, в целом у пациентов, там, после 45 лет мы должны смотреть. Тут это, конечно же, такой очень аккуратный вопрос, и нужно их предупреждать, ну, в целом вообще предупреждать пациентов, конечно, готовы ли они к оценке, пальцевой оценке предстательной железы. Ну, это оценка, это массаж, да, диагностика. Нет, 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 это именно диагностика, да. В отношении же… Альтернатива есть вот этой пальцевой диагностике? Можно обойтись без неё? Нет. Ну, это стандарты оценок предстательной железы. Если будут вопросы по поводу аденом предстательной железы, то в этом отношении мы чуть-чуть поговорим. Вот, но что касается массажа предстательной железы, тут больше, знаете, все эти пресловутые элементы в медицине, они больше, например, вот меня раздражают не тем, что там кто-то наживается на этом, ну, наживается и наживается, собственно говоря, да, пусть там… Ну, а тут есть другая проблема, что они пытаются вылечить где-то несуществующие болезни, например. Или, например, упускается более серьёзная проблема, то есть пациенты, надеясь на то, что это, условно, волшебная палочка поможет им, если можно так сказать, они надеются, что с помощью массажа предстательной железы они избавятся от своего недуга, то есть это потерянные надежды где-то, и это упущенное время с правильной диагностикой и правильным лечением вообще другой болезни. А приходили к вам вот пациенты, которые где-то у кого-то делали массаж предстательной железы, естественно, всё это не помогало, люди зачаровывались, потом приходили, говорили, доктор, и вы разводили руками, что, а чё ж ты столько времени потерял, там же эффекта нет. Ну, я так категорично не говорю никогда пациентов, всё-таки есть этика, но что касается, я как-то скажу, что эффекта нет. Вот массаж предстательной железы, вот тут чётко, вот это тот момент, где вот если смотрят урологи и будут сейчас смотреть урологи, они скажут нет. То есть это два лагеря, чётких два лагеря, есть урологи, которые делают и видят от этого пользу, есть урологи, которые не делают. И в целом даже не видят этой пользы. Но есть у нас, когда есть спор между двумя, всегда есть третейский судья в качестве больших исследований. И, естественно, проводились эти исследования, которые, очевидно, доказали нам, тем, кто не делает этот массаж предстательной железы, они доказали нам и им, наверное, тем, кто делает этот массаж предстательной железы, что нет эффекта и не нужно тратить время, надежды пациентов, ну и деньги, наверное, пациентов. Ну, к сожалению, есть врачи, которые, даже зная об этих исследованиях, продолжат делать, потому что это позволяет срубать бабки, да? Ну да, это достаточный источник дохода. Кстати, просто интересно, диагнозы, с которыми к вам приходят в Баку, и вы много лет практиковали в Москве, и диагнозы, с которыми приходили в Москве и в России, они сильно отличаются? Вот интересно. Или везде плюс-минус одинаковые болезни, с которыми к вам обращаются? Ну, тут нужно понимать чуть-чуть специфику моей работы там и специфику работы здесь. Там я работал в большом клиническом стационаре, то есть это больница была. Естественно, основная деятельность, род деятельности моей был, это оказание экстренной урологической помощи, оказание плановой урологической помощи. И амбулаторные пациенты, те, которые идут все-таки в сторону поликлиник, с теми жалобами, они, конечно же, к нам не приходили. Это ремесло других людей. Здесь же, тут такой микс. Тут микс амбулаторного звена, то есть это лечение, консервативное лечение, и микс хирургии, конечно же. Тут чуть-чуть тяжело, но в целом тяжело объективно мне сказать. Да и вообще, как оценить объективно там и тут, пока тяжело. Но в целом я хочу сказать, что, отвечая на ваш вопрос, что плюс-минус одинаковые проблемы. Отношения к этим проблемам может быть разные у пациента. Вот это интересно. Вот это интересно. Чем вот отличается пациент в Баку и пациент в Москве? Может быть, коллеги чем отличаются? По ощущениям. Немножко от медицинской науки отойдем. А отношения вы имеете ли со стороны врачей? Нет, отношения пациентов к своему здоровью. А, и как отличается действительно? Уверен, у нас боли пренебрежительно, да? Почти полностью уверен. Нет, я так не думаю. Я так не думаю, что... Ну, пока у меня нет такого внутреннего недовольства, но как же так? Почему так? То есть, нет, это не превалирует в моем сознании сейчас. Вот вы меня спросили, я не скажу, откровенно говоря, что вот все плохо. То есть, это не больная мозоль пока еще у доктора? То ли это связано как раз-таки, опять же говорю, что... Как раз-таки я больше скажу, что там есть пациенты, то есть, определенная когорта пациентов, которым, откровенно говоря, наплевать на свое здоровье и абсолютно даже наплевать, что с ним врач сделает, какую хирургию оказывают, что его вытащили из, грубо говоря, из тяжелого состояния. И при этом, при всем он идет и снова наступает на эти грабли. Там не все, еще раз говорю, что это какой-то процент. Но я думаю, что везде, во многих странах есть этот процент людей, которые так или иначе несерьезно относятся к труду врача и несерьезно относятся к своему здоровью. Это везде. Здесь же все-таки это частная клиника, это не городская больница, здесь это частная клиника, здесь же пациенты, которые приходят в эту клинику, они значимо отличаются от, наверное, других, в других местах. Понятно. А если мы говорим о доступности к исследованиям, к различным методам обследования, к анализам, то есть можно сказать, что или там чувствовали лучше, хуже, или здесь почувствовали, что чего-то не хватает, или наоборот обрадовались, что здесь более доступна современная медицина. Вот на эту тему мне всегда, честно говоря, было интересно. Почему? Потому что мы часто сталкивались с тем, что во время нефтяного бума, даже когда они не совсем могли пользоваться оборудованием, но самое лучшее оборудование, даже самые мелкие клиники у нас закупили вот сейчас, как с этим делом, на контрасте. Еще раз, не совсем я буду объективен, это большой, там, где я работал в Москве, это большой стационар, где было все, где, откровенно говоря, мы так шутили, где компьютерную томографию можем было сделать быстрее и легче, чем получить результат общего анализа мочи. Это действительно так. Это было быстро. Организация была налажена в этом отношении. У нас какой-то большой потребности в диагностических методах, я имею в виду большой нехватки, не было, все было хорошо. Здесь же, опять же, в рамках того, с чем приходят пациенты, слава богу, в той клинике, где я сейчас работаю, практически оказывается весь спектр диагностического характера. Это даже не ради рекламы, я говорю, и в целом даже это не реклама, а объективная оценка состояния той клиники, в которой я сейчас дружусь. И, слава богу, есть. И это самое главное, ведь команда, ведь врач, он в поле не воин, один в поле не воин. И тут очень важно было, и один из моих страхов был, когда я здесь начинал работу, это все-таки я осознавал и понимал, что сила врача и результаты врача – это результаты огромной команды. Терапевт, клинический фармаколог, анестезиолог, реаниматолога, медсестер те же самые. Средний медперсонал – это очень важно. Средний медперсонал. Тут же, слава богу, в этом отношении как-то вот тоже очень хорошо. В клинике есть кардиохирургическое отделение, в клинике есть роматология, ортопедия, в клинике есть общий хирург, в клинике есть гинекологи, акушеры. Это все нужно урологу. Да, это такой мультипрофильный стационар, это очень важно, это очень важно для людей, которые в особенности занимаются хирургией. Здесь есть эндоваскулярная хирургия, то есть если после наших операций каких-то происходит кровотечения, то мы можем обратиться к нашим эндоваскулярным хирургам, и они, если микрофон позволит, в раз и как бы помогут. Это очень важный аспект вообще в целом. В выборе клиники врач, который оперирует, он должен понимать, куда он приходит и с кем он работает, на каких стульях сидит. Давай про мочекаменную болезнь поговорим. Да, и вот мне очень интересно даже поговорить о отличиях. У нас пациенты иногда, даже когда называют свой диагноз, путают мочекаменную болезнь, желчекаменную болезнь. И мы прекрасно знаем, да, как коллеги, что в одном случае мы полностью орган удаляем, в случае с желчекаменной болезнью, в случае мочекаменной болезни приходится работать не с органом, а именно с камушком. Чем отличаются камни и чем отличается метод лечения? Тяжелее ли вам, скажем так, чем общим хирургам, которые просто удаляют желчный пузырь полностью и забывают о нем? Для начала, если можно, доктор, что приводит? Да, да, да. Причины? Это мультифакторная болезнь, так же, как и многие болезни, это наследственно, это климатические условия, диетические условия, это, опять же, разного рода болезни, которые к этому приводят. Чтобы понять, что конкретно к этому привело, если бы мы знали вот одну конкретную болезнь, то мы бы взяли бы ее, убрали бы, и не существовало бы такой мочекаменной болезни. Поэтому, ну, в итоге мы имеем сегодня мочекаменная болезнь, особенно в Азербайджане, это такая эндемичная зона в этом отношении. И я вам хочу сказать, что вот за последние, там, полтора-тва года, сколько я здесь нахожусь, ну, тут одни из, то есть целый ряд наисложнейших хирургических случаев по лечению мочекаменной болезни непосредственно ко мне почек. Вот, слава богу, этот опыт был в Москве, и более того, это одна из моих любимых хирургий. Сложные случаи. Ну, вообще сложные случаи, это всегда интересно. Мочекаменная, это когда камни в почках и в мочевом пузыре тоже, да? Да, да, это болезнь одна. Формируется в почках, какая-то часть выходит и попадает в мочеточник, вызывает острую боль. Вот, но именно я имею в виду сложная хирургия, это тут же нужно понимать, что до определенного момента здесь, в Азербайджане, была распространена очень открытая хирургия. Да и какие, на самом деле, и в России, в определенной части в регионах открытую хирургию пропагандировали, особенно при лечении мочекаменной болезни с коралловидными исходами. То есть, всем пациентам выполняли плампастный разрез, удаляли камень, потом рецидив, и потом пришло сегодняшний реалий, а реалии таковы, что… А рецидив почему, доктор? Ну, рецидивы по разным причинам. Но они часто были, да, у людей, которые проходили уже первый раз операцию? Ну, не операция причины, это рецидивы. Рецидивы это… Болезни куда не делась? Болезни, она не делась, отсутствие соблюдения необходимых для того, чтобы не было этой рецидивы. Опять же, есть пациенты с высоким фактором риска развития рецидива, это пациенты с уратными камнями, это пациенты с инфицированными камнями, эти пациенты… Детский вопрос, камни формируются исключительно в почках, или они могут в мочевом пузыре, или они в мочевой пузырь попадают из почек, или есть и такие, и такие? Есть и такие, и такие, есть вторичные камни, то есть камни мочевого пузыря, опять же, тут дискуссия идёт, вторичные ли камни, то есть раньше было предположение, что камни в мочевом пузыре – это не исход мочекаменной болезни, это исход аденомы, предстоятельной железы, за счёт застоя мочи в мочевом пузыре, и там формируются камни. Как бы, грубо говоря, из-за осадка. Да, из-за осадка. Тебе я не выяснил, что это не, да? Нет, но опять же, идут депаты в этом отношении, что, опять же, есть определённый пул пациентов, которые с такими же остатками, но у них не формируется камень в мочевом пузыре, значит, какой-то фактор мочекаменной болезни есть, и всё-таки отнесли это, вот именно камень мочевого пузыря, который там зарождается, формируется, отнесли его в раздел мочекаменной болезни. То есть в почках, грубо говоря, камней нет, но в мочевом пузыре они есть. Такое бывает. Бывает, да. Но чаще всего попадают в мочевой пузырь они из почек. Если они попадают уже в тот камень, который прошёл путь из верхних мочевых путей, то есть из почки, прошёл длинный мочеточник, там, естественно, с болями, ещё что-то, вот, он прошёл в мочевой пузырь, как правило, он небольших размеров, и он самостоятельно выйдет у нас наружу. Но уходит тоже, да, с болью? Нет, тут без болезни. Кстати, вот из всего, что дорогой доктор сейчас сказал, вот я уверяю тебя, все эти действительно полезные, умные фразы, все эти ссылки на источники, на исследования, вот наши, в основном, сейчас подписчиков не услышал, а знаешь, что сейчас наши услышали подписчики, когда вот мы говорили о причинах. Они, во-первых, услышали, что как-то влияет диета, и сейчас они просто нас не простят, если мы не заговорим, как, и второе, они услышали, что есть фактор генетический, есть фактор вот этот вот, и обязательно нам сейчас будет такая обратная связь в виде того, что, ой, у меня там у папы, у дедушки было, а у меня нет, как же вы говорите. Вот эти две вещи, я думаю, было бы хорошо, если бы мы им немножко заранее объяснили до того, как они зададут эти вопросы. Ну, если пациент-скептик и зрители-скептики, я думаю, что даже наши убеждения, аргументы не сильно убедят их, но, еще раз говорю, очень много факторов для того, чтобы сформировалась мочекаменная болезнь. Мы не можем убрать, еще раз говорю, какой-то один фактор. Это проблемы желудочно-кишечного тракта, это пациенты с болезнью крона, это пациенты с проблемами, эндокринными проблемами, это гиперпаратериоз, это очень много болезней и экзогенных, эндогенных факторов сейчас, чтобы мы вот прям сказали, что… Ешь, пей вот это и камней не будет, здесь такое невозможно. Это тяжело, есть понятие метафилактики, профилактики, после удаления камней необходимо обязательно сдать камень на химический состав для определения состава и дальше уже исходить. Это очень, кстати, это очень тяжелое направление, не знаю, было бы интересно узнать, в Азербайджане есть такие люди, которые прямо действительно как наукой занимаются метафилактикой и профилактикой развития мочекаменной болезни после хирургии, потому что это вести. Но тут должна быть очень важно, тут многое зависит, вот как раз-таки тут очень многое зависит от самого пациента, комплоентность пациента и приверженность его к этому лечению. Потому что пациент готов говорить, что он, да, у него сейчас колика, он думает, боже, я сейчас избавлюсь от этого камня и как сяду на эту диету, как сяду на обследование, там, буду обследоваться, буду лечиться. Ну, буквально проходит сейчас век быстрой медицины, буквально проходит какое-то время, его избавляют от камня, все хорошо, ну, день, два, три, недели, все, потом забываются и до следующего рецидива, к сожалению, это так. Доктор, есть какой-то универсальный способ ухода за собой так, что вот не было у человека в почках камня, в мочевом пузыре камня, там, не знаю, пей много воды, пей в день, не знаю, там, два литра воды, например, не ешь соленое. Вот какой-то универсальный совет, чтобы этого избежать, есть? Или если у тебя, опять-таки, вот эта генетическая предрасположенность, что бы ты ни делал, толку не будет? Нет, это вот не нужно, как сказать, не нужно ломать надежды пациентам, которые хотят избавиться от мочекаменной болезни, хотят придерживаться. Не то, что избавиться даже, а вообще предусмотреть появление. Если уже есть, мы говорим о том факте, что есть пациент с мочекаменной болезнью, сдается на химический состав, в зависимости от вида камней мы уже можем понимать, кому нужно, кому убрать, ограничить потребление солей, кому в целом, кому какая диета необходима. Во главе всего этого, потребление жидкости, это однозначно. До трех литров жидкости пациент с мочекаменной болезнью, именно с мочекаменной болезнью, не здоровый пациент, пациент с мочекаменной болезнью до трех литров жидкости он должен принимать. Конечно же, тут нужно учитывать факт хронической сердечной недостаточности, чтобы не перелить тебя и не залить тебя, но до 3 литров жидкости он должен пить так, чтобы в сутки выделялась именно выделенная моча, было порядка 2,5-2,3 ста. А профилактически, чтобы вообще ее не было, что делать? Именно мочекаменной болезни придерживаться диеты, придерживаться лечения, медикаментальное лечение, опять же, все очень индивидуально. Единого такого прям, знаете, дать сет. Вы еще сказали, что у нас раньше практиковалась вот эта открытая операция, да? Сейчас как делают ее? Здесь в земляне в целом, но я думаю, что есть, опять же... Вот вы как оперируете? Вы уже не режете, не в открытую делаете? Если речь идет о плановой хирургии, то это эндоскопический, либо лапароскопический, либо эндоскопический метод, только такой метод. Открытая хирургия, она имеет место быть, но это в каких-то очень ургентных септических состояниях, там где уже нагноение. То есть если на скорой привезли, да? Ну, да, да, да. То есть если это в заброшенном пространстве у нас целый гной, то можно, опять же, не открыто, там есть тоже малоинвазивные методы, пункционные методы дренирования этих очагов нагноения. Мы очень спокойно можем под ультрасковым контролем пунктировать, успокоить всю эту ситуацию, жизнь угрожающую ситуацию снять, и потом уже принимать решение, как мы будем этого пациента оперировать. Я имею в виду, если речь идет об удалении пучки. Ну, а все, что касается в целом хирургии камней, мочекаменной болезни, то я думаю, что 95, наверное, процентов это должно быть эндоскопия. Какой-то процент в крайне редких случаях должен быть, не крайне редкий, в особенных случаях это лапароскопический метод. Я просто, наверное, Гамит, вам объясню, эндоскопия это как? Так, эндоскопия, если мы говорим об эндоскопии, лапароскопия это тоже часть эндоскопии, мы заходим через мочеиспускательный канал специальным инструментом, полужестким инструментом, заходим в мочеиспускательный канал, если камень в мочеточнике, заходим через устье, заходим в мочеточник, подходим к этому камню, либо его экстрадируем оттуда, либо его с помощью лазера фрагментируем и вытаскиваем эти фрагменты. Дальше ставятся стенды. Дальше следующий путь. Стенды все навсегда? Нет, нет, нет. Стенд в зависимости от интероперационной картины, эндоскопической картины. Через сколько дней стенд? Как правило, максимально это месяц, но как правило это 7-10 дней. А пока стенд, он мочеточники стенд? Да. Пока стенд мочеточники человек испражняется не естественным способом? Нет, естественным способом. Часть этого стенда, завитка, так называемый пиктайл, он называется, часть его формируется в почке. То есть нижняя часть формируется в мочевом пузыре. Это необходимо, чтобы из мочевого пузыра не было миграции в почку, а из почки не было миграции вниз, дислокации стенда. Пока он стоит, это внутри все, это не видно. Единственное, есть стенд ассоциированные симптомы. Это дискомфорт во время мочеиспускания, боль в крови, точнее, боль на стороне почки и кровь в моче. Обо всем этом мы всем предупреждаем и говорим, что этого бояться не нужно. И контроль за мочеиспусканием остается у пациента? Да, да, да. И месяц человек так мучается, да? Ну, не месяц. До месяца? До месяца. И сильная боль бывает? По-разному, все по-разному воспринимают эти стенды. Еще раз говорю, кто-то вообще не чувствует его. А без стента нельзя? Можно. Но опять же, если это позволяет. А стенд нужен для чего? Вы же его через месяц вынимаете. Он нужен для чего? Для того, чтобы... Ну, в разных случаях, давайте мы упорядочим, например, в целом, есть ситуации, когда стенд нужен при острых воспалительных делах, при острой почечной недостаточности, если есть обструкция, то есть если камень закупоривает мочеточек, то первым у нас есть проявление воспаления, то ставится стенд в обход этого камня, инфицированная моча, которая сверху, она освобождается. Мы купируем воспаление, и через какой-то определенный промежуток времени, в зависимости от лабораторной картины, мы там через неделю делаем основную операцию по удалению камня. Это ваш момент, и спасибо, что вы его затронули, потому что многие пациенты отказываются от стендирования до основной операции, и, к сожалению, это заканчивается очень плачевно для самих пациентов. Это как? Очень плачевно. Сепсисом. Угу. И дальше. Смерть. Даже так? Да, конечно. Не, но до этого вы просто сказали, что уже после удаления камня вы тоже ставите стенд, правильно? Да, чтобы не было путаницы, это у ургентных пациентов, у экстренных пациентов. И сейчас пришел ко мне пациент определенно, у него камень в мочеточнике, мы заходим по той вышеописанной методике, как я сказал уже, видим, дробим этот камень. Если есть, на все есть показания, если есть показания, это перфорация слизистой, такое может быть с помощью лазера, например, это пролежи слизистой на фоне стояния этого камня, это выраженный отек в слизистой, это определенное кровотечение во время операции, это показания, это те самые показания для того, это какие-то множество камней, слишком большой камень. Мы его дробим лазером на мелкие фрагменты, и чтобы они спокойно отходили, какая-то часть, большую часть мы вынимаем, мы ставим стенд, и чтобы слизистая мочеточника, она улучшалась, пошел процесс регенерации, так сказать, и мы удаляем через некоторое время. Но это очень полезно для самого пациента, это полезно для почки, но это чуть-чуть не полезно для удобства пациента, для качества жизни, очень сильно ухудшается качество у некоторой части пациентов. Но это временно ухудшение жизни. Абсолютно это временно. Чуть-чуть всегда говорю, нужно потерпеть, ваша почка вам скажет спасибо. С камнем понятно, а что такое киста почки? Киста, киста это, если просто сказать, то это новообразование, которое формируется из определенных канальцев в почках, и жидкостное новообразование, я бы так сказал. Ну, это совсем просто, как и любая другая киста, это просто такая сумочка с жидкостью. Да. Ее можно лечить, или это обязательно хирургическое вмешательство, то есть таблетками вылечить как-то еще, или только хирургическим путем удаления кисты. И вообще, когда ее нужно лечить, а когда можно игнорировать? Лечить медикаментозно нет ни одной кисты такой возможности. Мы не лечим кисты, это только, если это брожденные, поликистоз, то там мы не лечим кисты, мы лечим, есть препараты специальные, которые угнетают формирование этих кист, но это брожденные заболевания. Если мы говорим о, это уже кистозная болезнь, если мы говорим о простых кистах, нужно, во-первых, понять, действительно ли простая киста. Если мы говорим о простых кистах, то медикаментозного лечения нет, сразу скажу, никакого. очень часто край кстати говоря здесь вот то что вот какие пациенты приходят эти походы я уже вспоминаю какие-то детали вот очень часто я вижу пациентов которые приходят доктор у меня киста и мне назначили это лечение я даже не смотрю какое лечение я просто смотрю кого не единственное да единственное что мне просто так самому интересно кто назначил это терапевт или уролог таком случае удаляют кисту хирургически или вообще всю почку если не все кисты вообще нужно удалять есть кисты которые в целом наблюдаются их активно наблюдать нужно тут важно понять киста учимся очень многие боятся тут очень вот эта фобия любого новообразования тем более киста тут нужно просто дать ясность пациентам какие бывают вида кист и киста например 5 сантиметров если мы видим на то есть у нас все время ассоциация идет с онкологией то правильно у нашего человека всегда он думал что если новообразование то это онколог любая то что запутывают любая киста это уже вот они думают что это злокачественный процесс нет все очень просто мы увидели кисту по данным ультразвукового заключения киста там 20 ты бог с ней ничего делать не нужно абсолютно ничего мы увидели кисту например там какая-то подозрительность перегородками дальше мы отправляем на компьютерную томографию с контрастей если есть подозрение на компьютерную томографию с внутривенным контрастером там нам должны четкие дать ответа мы сами смотрим эти исследования тут нужно дать градацию по классифицировать эти кисты по басняку киста 1 киста 2 это простая киста с определенной стенкой и жидкостным компонентом 1 киста 2 имеет небольшие кальцинаты киста 2f это follow up это наблюдение есть на осторожность малигнизации киста 3 практически во всех случаях операция это практически большая часть киста 4 басняк 4 это уже точно 99 и 9 там будет онкология эту часть нужно оперировать по уже удаляете ее вместе с почкой если есть возможность сохраняем почку орган сохраняющий удаляется сама киста но это уже эта многокамерная киста она имеет мягко тканый компонент вот это басняк 3 и 4 имеет мягко тканый компонент так что если вы видите просто киста она вас никак не беспокоит ну ничего не просто случайно при скрининге увидели что из киста если вы убедились что это простая киста по классикации басняк 1 и 2 то живите спокойно через сколько нужно заново провериться чтобы смотреть не растет ли она не развивается год полтора вот эти follow-up кисты с какой частотой проверяются нет принципе вот мне сказали что у мне киста например да и тут такой больше врач видно он задает очень правильные вопросы но я отвечу сейчас давайте напомните какой у вас вопрос ну чек пошел ему сказали что у него киста да и не за первой стадии второй стадии вот че и все иди гуляй ничего делать не нужно но через сколько ему нужно так провериться чтобы не опоздать если это простая киста еще разберу без особенностей да и вот зацикливать фабировать человека точно не нужно но через год опять надо проверяться через год если но такого это не протокольная рекомендация так скажу ну пусть проверится для общего успокоения пусть проверить и фабировать его нужно очень тут я больше времени трачу на беседы с пациентами когда речь идет киста они не верят во первых они требуют от меня лечения которого нет и не существует во вторых они действительно думают что я как врач хочу не доинформировать их в отношении онкологического процесса хотя как раз таки это в лоб вообще говорим как будто вас то 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 но как в лоб но мягко подводим к этому объясняем что тут не страшно тут не страшно да есть онкология но это все разрешимо можно решить например что что еще вот требуют наблюдения которые требуют это как правило там шесть 12 через шесть месяцев через двенадцать а потом раз в течение последующих пяти лет раз в год вот и затронул мне не было в списке этого вопроса ты затронула очень важный этический вопрос и сейчас я думаю нам там в комментариях начнута дискуссия потому что под этим вопросом всегда начинается дискуссия начинается спор говорить или не говорить пациенту про его онкологию лично я конечно же однозначно сторонник но как и по моему все цивилизованное начало вечество мягко подготовив но объяснить пациенту что его ждет какие прогнозы какой у него диагноз что думаешь лично ты и что говорит урология как наука об этом а что можно не говорится что пациента демейн он там испугать не говорите пациенту там он испугается ему нельзя а вдруг он стресс перенесет еще и сердце у него там крякнет это очень распространенная проблема у нас мне кажется больше распространенная проблема тех родственников которые нагнетают эту ситуацию то есть родных они усугубляют эту проблему вот они ведь а вот они больше паникуют и передают эту панику тому человеку тот человек это сам больно мне кажется вообще порой и не переживает за это но он принимает эту ситуацию опять же онкология это не что-то такое как чума до в свое время это 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 звучит иногда грозно и страшно но при правильном подходе при в своевременном правильном подходе лечения грамотно подходе диагностики можно избавиться от этого процесса в вашей онкологии там орган сохраняющийся но это еще зависит наверное от стадии когда ты обнаружил и от органа да потому что есть такие поджелудочные железа да сложная вещь вот поэтому конечно не дай бог никому да нужно быть на готове а врачам я думаю всегда нужно говорить пациенту я как бы не врач мне кажется мое личное отношение действительно говорить подводить рассказывать можно рассказать про есть разные модели коммуникации с такими пациентами по большей части даже просят нас на первичном этапе диагностики да там по поводу рака предстательной железы сделали биопсию они просто не говорить нет мы 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 говорим мы скажем но мы знаем как сказать чтобы пациентом не был там шокирован или еще в целом люди то тоже уже это такие из прошлого чего-то люди понимают что они идут к врачу что сделали какой-то сдал анализ он он однозначно чувствует это что есть какая-то проблема и он он же тоже я извиняюсь не дурак он понимает что приходят какие-то анализы онкомаркеры какая-то биопсия была но опять же мы не формируем для чего мы делаем это биопсию если она необходима я все просто кстати вот когда пациент до должен уже насторожиться вот такая самодиагностика во-первых до каких границ должна доходить самодиагностика где она должна остановиться и надо уже идти к врачу и во-вторых вот какие методы вот у себя дома человек сидит там боль цвет мочи запах мочи вот немножечко об этом а самодиагностики потому что я знаю что это один из самых это один из самых нелюбимых вопросов для нас врачей но это один из самых интересных вопросов для пациентов самодиагностика наверное просто услышать тебя вы имеете или как слушать свой организм где граница где самодиагностика это хорошо то есть где это внимательность где это вот крайность влево что это вот просто беспокойность тревожности где-то такая скажем так крайность вправо где человек уже пытается себе чуть ли не диагнозы ставить но с эту градацию мочой хороший вопрос мне кажется цвет на что нужно обратить внимание вот что есть какой цвет есть сигнал того что что-то не так и и запах запах ну будет специфический запах такой вот то что должен измениться да он должен измениться в не что касается цвета нет такой нет знаете нет портрета идеальной мочи так скажем цвета идеальной мочи почему но до считается что это белый цвет но желтый цвет тоже опять же с утра мы встаем он у нас более концентрированный плотно все зависит от от климатических условиях от погодных от того что было вчера какая нагрузка была вчера была физическая на что ты была какая диета есть пищевые красители которые приводят к изменению цвета вот и это будет нормальным например цвет желтый это нормально цвет белый это менее концентрированный цвет тоже нормально но чего действительно нужно беспокоить если мы имеем красный цвет мочи и иными словами это когда кровь моче тут уже конечно должна быть настороженность и не ели бурочный салат до накануне да тут должна быть настороженность необходимо обратиться к врачу вот дальше уже для того чтобы врач дифференцировал причины причины могут быть разные от банального цистита воспаление до грозных онкологических проявлений и то есть цистит камни то есть воспаление камни и онкологии а вот цистит кстати я извиняюсь и заблуждение или это правда говорит что чисто женская болезнь практически да мужчины циститами не страдает если речь не идет о лучевых циститов то есть после лучевой терапии после химиотерапии практически мужчины крайне редко страдают циститами именно бактериальными циститами есть еще интер социальные циститы там к сожалению страдает все и мужчины и женщины вот но в если мы говорим классическую бактериальный цистит то это женщина действительно они привержены и это большое количество женщин только если говорить опять о почках в каких случаях вы почку можете спасти а в каких вы рекомендуете ее удалить имеется ввиду онкология да может быть и не только онкология почку нужно мы если можно удалять и по каким-то другим показаниям то объясните когда вы можете спасти на какой стадии уже прекращается не убороться и говорите что удалять если нет если мы речь не идет об онкологии а речь идет про пациенты гидронефроз длительный настоящий камень в мочеточнике уже мы видим что расширена почка мы косвенные видим косвенные признаки по узи пока ты по толщине паренки мы по другим параметрам увидим что скорее всего это почку уже из жила свое но это нужно доказать доказать как ну во-первых нужно деблокировать эту почку дать ей возможность подышать это либо станет это либо нефростом прокол через поясницу и дальше уже мы оценим во первых мы воочию можем оценить количество выделяемой мочи и пациент может смириться с этим что если уже вот тот очаг инфекции грубо говоря гидронефротической уже почка которая истончена уже не дает свою функциональную не дает не показывает свои функциональные способности в этом отношении видят сюда действительно мешок через прокол в пояснице в котором есть который стоит в почке почка практически не выделяет там 50 100 миллилитров мочи дальше через какой-то определенный промежуток времени там через месяц через полтора мы отправляем на динамическую нефростенциографию и это является основополагающим для нас как для врачей в принятии решений удаляем мы почку или не удаляем основополагающим это именно динамической нефростенциографии если там вклад почки 20 менее 20 процентов то это показание для того чтобы мы выполняли и при этом эта почка которая если можно так сказать мертвое не функционирующая она приводит к повышению давления она приводит к частым атакам пил нефрита она приводит к другим проблемам то конечно же эта почка больше там приносит вреда вредит чем пользы эта почка удаляется что касается онкологии если это опухоль мы смотрим практически все опухоли там до 4 сантиметров они удаляются таким образом чтобы можно было оставить почку то есть это органсохраняющая операция удаляется сама опухоль но опять же тут и очень сильно зависит еще и расположение этой опухоли она может располагаться в определенном очень неудобном месте где во время операции большой риск потерять эту почку но в экспертных центрах больших сильных центрах и даже 10 11 сантиметровой опухоли могут удалить таким образом чтобы оставить наставить почку при человеке если все-таки почку удаляют это правда что человек с одной почкой не испытывает никакого дискомфорта и его жизнь никак не меняется уже точно так же как и с двумя почками если та почка которая осталась с охраной она дует функционировала замечательно то практически никаких изменений пациент не ощутит да я хотел спросить вот этот опросе кпсс это инструмент я вот все про самодиагностику об этом это инструмент исключительно вот работы уролога в кабинете или пациенты могут его пройти и получить какую-то пользу от этого ну давай вначале объяснишь такое а пейсс вопросе я объясню приходит пациент условно 60 лет говорит доктор у меня плохое мочеиспускание ухудшенное качество жизни в связи с этим мочеиспусканием я думаю что она по стандарту говорят простатит но это уже такой нарицательный диагноз вот но у него гиперплазия предстательной железы или аденома предстательной а вот плохое мочеиспускание это что это все это нет нет как он определяет плохое что считается плохим мочеиспусканием когда он хочет но не может или когда струя прерывается что является плохим мочеиспусканием вялая струя мочи частое мочеиспускание чувство неполного поражения мочевого пузыря раздвоение струи это все субъективные те жалобы которые пациенты приходят вот через запятую вырезал все мои вопросы фраза на них ответил вот и доктор заур который говорил про бланка IPSS это вот приходят пациенты с аденомой предстательной железы очень простой алгоритм ведения этих пациентов и те пациенты которые впервые обратились к врачу и чуть-чуть неловко себя чувствовать не могут сформулировать свои мысли они но мы им естественно помогаем пациент с аденомой опросник IPSS это опросник симптомов предстательной железы это раз через что он должен пройти это ультразвуковое исследование это анализ крови на ПСА это пальцевое ректальное исследование урофлоуметрия ну с остаточной мочой это там узи уже говорил вот этот опросник IPSS он объективизирует субъективные жалобы пациента они очень простые там есть вопросы которые отвечают за функцию мочевого пузыря есть вопросы которые отвечают за то как аденома или в целом предстательная железа влияет на работу на процесс мочеиспускания и дальше в конце такой вопрос как пациент оценивает качество своей жизни связан с этими симптом от удовлетворительного до отвратительного ужас ну вот смотри я не вам наверное задают урологом все эти вопросы но у нас есть такой момент человек никак не может решиться пойти к урологу приходит по какой-то другой причине там кардиологу когда кринологу гастроэнтерологу и вот после того как мы закончили наш опрос так полушепотом попросив выйти родственника в коридор доктор и вот у меня немножечко что-то с напором они так называют набор с напором это что-то плохо и вот ты перечислил через запятую что это ослабление напора а насколько я знаю усиление напора тоже иногда может показывать не какую-то такую супер силу а тоже проблемы так ли это или нет чем 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 мощнее тем лучше ну с усилением мочится с хорошей струей и мочится да вот ослабление струи тут нужно конечно же понять с чем связано этого вашего пациента который попросил родственника выйти тут нужно понять это вообще очень важный момент это аденома и в целом функция мочевого пузыря тут нужно не но мы разбираться не начинаем мы к урологам отправляем понятное дело а вот мы постоянно говорим о увеличенной предстательной железе а если норматив то есть меньше которого она уменьшена и эта проблема такие патологии так вот прям меньше нет есть определенная норма до 20 до 25 грамм размер объем и целом предстательная железа если же мы видим что при тех пороговых значениях нормы размера предстательной железы мы видим что у молодого пациента есть проблемы симптом нижних мочевых путей есть проблемы с мочеиспусканием то зачастую как раз-таки таких пациентов лечат как от хронического простатита но если мы видим что нет проявлений нет симптомов воспалительного процесса да есть а бактериальные простатиты то это склероз шейки мочевого пузыря есть такая болезнь которая называется эта болезнь мариона марион это французский уролог эта болезнь ну это такая коварная болезнь она коварна тем что молодые пациенты длительно страдают от симптом нижних мочевых путей их лечат от и правильным протоколом лечат от хронического простатита но в итоге вот у пациента все эти проблемы начинаются начинать то есть они уже у него там в разной степени там в определенном возрасте проявляются симптомы эти они уже давно были но вот достигает он возраста там 55 лет там чуть-чуть зародилась например одном а гипроплазия предстательной железы он обращается к урологу уже к другому и уролог говорит что так у тебя же одном и тебя нужно уже оперировать хотя его оперировать нужно было еще 20-30 лет назад ему лучше любого качества жизни операции очень простая делается просто разрез инцизии разрез по типу мерседеса на шейке расширяется шейка и у пациента улучшается качество мочеиспускание это молодые пациенты есть такая категория пациента вот и сказал среди прочего про урофлометрию потому что ну все что ты перечислил люди более-менее знают а вот про урофлометрию могут не знать и я тебе больше скажу вот когда приходит пациент уже с большой историей болезни от со смежными заболеваниями я еще ни разу заключение урофлометрия не видел у нас здесь если она у нас во-первых и во-вторых и часто ли ее используют и опиши для подписчиков наших что это такое для не врачей урофлометрия это прибор который оценивает скорость мочеиспускания максимальную скорость мочеиспускания среднюю скорость мочеиспускания объем выделенной мочи это такой простой прибор с куда пациент мочится и на определенном на табло на компьютере отражается кривая кривая мочеиспускания из показателями цифровом значении после этого мы уже оцениваем опять же там есть свои определенные нюансы как это правильно нужно сделать это вот этот прибор который оценивать еще раз говорю посмотреть как плохо работает как плохо происходит процесс мочеиспускания у пациентов с аденомой предстательной железы со структурами уретры у всех пациентов которых есть проблемы с мочеиспусканием вот это вот урофлометр это на начале неинвазивный метод диагностики в боку есть я знаю в том числе и у нас в клинике есть это под рукой он есть прям да да конечно отлично тем пациентам которым показаны это исследование это не рутина нет нет это по строго по показаниям то есть это пациентам с гиперплазией предстательной железы у кого есть симптомы нижних мочевых путей мы это делаем это другим более молодым пациентам которые жалуются на ослабление струи в течение длительного времени конечно же мы смотрим они говорят многие пациенты говорят у меня слабая струя мочи но мы говорим как она слабо многие пациенты говорят у меня я много мочусь например в течение дня но там есть определенный объективный метод и мы просим помочиться в электронной метазе игру вы знаете у вас все хорошо не переживайте часто часто бывают проблемы вот здесь чуть-чуть нужно поработать с его головой может быть есть какие-то комплексы вот ну когда когда пациентам просто можно сказать что я завидую вашему чеиспусканию он прям доктора что такое нефростома 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 дренаж который ставится через поясничную область в полостную систему почкиными словами прям попадают в почку и собирается оттуда моча это то о чем вы до этого говорят и вот с ним ты живешь какое-то время а какой-то определенный промежуток дискомфортно но я скажу что не так дискомфортно как стенд очень привыкает к этому пациенту это просто визуально визуальный дискомфорт с ним можно спать с ним ходишь для чего это делается отведение мочи для того что почка вот отдыхала то о чем вы говорите да чтобы потом понять стоит и удалять не удалять ну например одна часть если произошло острый воспалительный процесс ввиду камня если это нагноение если это остропочечная достаточность то ставится эти эти дренажи если все что ниже грубо говоря если ниже почки то есть мочеточек он перекрыт каким-то образом либо лимфатическими узлами то есть за счет онкологии либо камнем то ставится либо нефростома либо стенд если стенд не проходит то нефростома доктора бывает так что человек приходит вы понимаете что нужно срочно операцию делать вы ему говорите что нужно операцию он отказывается вот как вы в таких случаях поступать убеждаю я очень долго разговаривать а если он не убеждаемый но в большей степени я могу убедить пациента что ему это нужно чуть-чуть еще раз говорит о к особенности чуть-чуть здесь это тяжело потому что некоторые думают что я убеждаю в угоду своим каким-то выгодам но пытаются развести на ненужную дарача называешься данными опять же не то что это я думаю что не особенность азербалена особенность частной клиники вот и я в частной клинике в москве не работал и поэтому я не знаю как там мыслят пациенты когда в частную клинику к врачу приходят пациенты с экстренной патологии и в какой в каких категориях они мысли но вообще нашего пациента убедить на операцию очень тяжело я на скорой когда работал я один раз с перитонитом пациента сейчас вот человек который хирург ужаснется с перитонитом пациента не смог убедить госпитализироваться я ему уже открытым текстом нашим пациентам обычно так не говоришь ему открытым текстом сказал что может и до утра не дожить и он все равно не подписал отказанную это катастрофа страх перед операцией тут это не данили не верим скорее потому что если человек поймет что действительно его жизнь что-то угрожает я думаю страх перед операцией это пересилит это ужасное недоверие до до пациента я был на скорой я не знаю только если возвращаться к мочеиспускание вот сколько раз за ночь да многие очень часто на это жалуются сколько раз за ночь и вставать в туалет это норма а сколько раз уже нужно как бы призадуматься тут очень хороший вопрос тут нужно понимать подъемы в ночное время это патология или норм вообще зачастую бывает что но по идее ночью не должен человек вставать но опять же если он встает ночью в туалет это не говорит что это патология тут нужно разбираться если пообщаться с пациентом за какой промежуток времени до отхода коснул он и как в каком объеме выпил жидкость это раз мы меняем поведенческую терапию и очень много пациентов так приходит они горки по ночам на углу ставить в целом мы общаемся по другим симптомам у него у него не должно быть проблем ни с почками не с мочевым пузырем не с предстоятельной железой мы просто начинаем давать дневник мочеиспускания где мы видим что прогрессивно увеличивается прием потребления жидкости ближе к вечернему времени мы корректируем поведенческий подход в этом отношении и уже после этого они улучшаются это пациенты с сахарным диабетом если декомпенсированы они должны корректировать свою ситуацию пациенты с сердечными патологиями также должен корректировать если все другие проблемы устранены и остается опять же поход в туалет то нужно разбираться уже с нашими проблемами все то есть но в норме почка ночью тоже работает функционирует это наверное надо узнать вообще почему человек проснулся то есть если ему там его кот разбудил или какой-то грохот во дворе и он при этом еще и потом сходил в туалет это наверное никто не назовешь естественно лейкоциты в моче лейкоциты в моче бактерии в моче симптомные асимптомные вот это очень интересно сейчас и врачам и пациентам а я говорю это мы дорвались мы просто дорвались до уролога вопросов очень много лейкоцит в моче наверное больше вас интересует я сейчас скажу что меня интересует меня интересует вот этот вот феномен что сейчас в определенных случаях урология видят бактерии видит лейкоциты и говорить не лечить во-первых почему так есть и во вторых каких это случаях бессимптомной бактерии для гомида объясню для вас бессимптомная бактерии это когда в моче есть бактерии или лейкоциты, пациентка сдает анализ мочи, она видит, что там есть лейкоциты в моче, приходит к доктору или кто-то, смежный специалист, отправляет к урологу и говорит, что есть лейкоциты в моче, есть бактерии в моче, что с этим делать, мы смотрим пациентке 65-70 лет, она в постменопаузе, общаемся с пациенткой, если ее ничего не беспокоит, в целом, если у пациентов ничего не беспокоит, нет ни болей, ни резей, если нет симптомов и клинических проявлений, это называется бессимптомная бактериурия, ее лечить не нужно. Пусть живут. Единственную бессимптомную бактериурию, то есть бактерии, которые есть в моче и не проявляются клинически для пациента, для человека, он не пациент, для человека, это беременные и наши эндоурологические операции, все, любые ортопедические, офтальмологические, какие угодно, не нужно лечить антибиотиками, тем более антибиотиками не нужно лечить бессимптомную бактериурию. Две вещи, это очень легко запомнить беременные но опять же там есть свои группы антибиотик в определенном триместре это беременные и нашу это но тут мы уже есть сами мы археологи мы понимаем что нужно это лечить перед операцией во всех остальных случаях конечно же мы просто приведем к большой антибиотик резистентности тут это прям большая проблема конечно же рациональная антибактериальная терапия должна быть доктор что такое застенчивый мочевой пузырь и бывает ли он у действительно застенчивых людей или к застенчивости человеческой это никакого отношения имеет нет застенчивости это именно не имеет есть эти пациенты с психологическими проблемами так скажем и они не могут мочиться и не могут опорожнить мочевой пузырь в общественных местах либо еще где-то эти пациенты к сожалению иногда даже не выходят из дома это но эта работа даже не урологов эта работа психиатров психо ну больше психиатров вот это к сожалению есть но это крайне редко на своей практике я пока еще не встречал я расскажу свой собственный потом даже не знаю вырежу я это или не расскажу на свой недавно возвращаюсь из поездки в аэропорту значит большой крупный аэропорт много людей и ты заходишь туалет маленький аэропорт огромный туалет мужской маленький стоит очередь туалет очередь да потому что ну очень много всего две кабинки и два писсуара и мне нужен был писсуар там мне не нужно было там заходить в кабинку по каким-то другим делам и ты знаешь я подошел к писсуару и ты слышишь кабинка прямо вот на таком расстоянии от писсуара ты слышишь что человек что-то там делает сзади вот такие злые люди вот так же но начни же уже и закончи быстрее мы хоть и я впервые в жизни не смогу это не патология я подумал что это такое почему ситуативно это не патология я думаю сейчас не надо вырезать потому что я тебя поддержу у меня тоже подобные эпизоды в жизни были и скорее всего они были в жизни любого мужчины эпизодически это не патология патология это когда тебе это всю жизнь портит в общем у меня не застенчиво слушай а тогда давай еще одно это я буду я я сегодня ответственный по провокациям мы знаем что у нас люди курильщики они очень болезненно воспринимают любые запреты любые любые разговоры о том что это вредно худо-бедно они приняли что это это спорят что это вредно для легких но абсолютно не понимаешь это время для всего организма например печень поджелудочная тоже очень сильно страдает от курения что говорит урология курение так это наше зло первое зло поражаются все почки как фильтрационный орган она конечно же все принимать на себя поражается доказан уже момент это онкология почек онкология предстательных рак мочевого пузыря все это уже доказанный факт то есть тут даже спорить с теми людьми которые там бью тебя в грудь не говорят что это не так есть много других факторов но это один из факторов развития и формирования более того очень из основных из основных факторов да из основных факторов которые на пьедестале всех других факторов он главный фактор конечно же более того у пациентов с раком мочевого пузыря например мы опрашиваем пациента мы говорим курит не курит после того как после того как мы соперировали этого пациента представьте себе если пациент просто бросит курить он бросает курить если с пациентом поговорить он 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 снижает риск рецидива на там 20 30 процентов это очень серьезно это очень хорошо риск рецидива рак а что больше влияет что вреднее в данном случае я понимаю что и то это вредно но что вреднее курение вот для вашей области или алкоголь оба фактора оба фактора влияют на ну вот я не курю например и мне в голову не пришло что курение может влиять на почку на знаю что алкоголь точно влияет оказывается это это алкоголь опять же тут исследования делятся есть исследования которые говорят о том что отсутствие потребления алкоголя приводит к развитию рака предстательной железы или чрезмерное потребление этого алкоголя приводит к развитию рака предстательной железы есть исследования которые говорят о том что потребление спиртных напитков в так сказать в социальной дозе социально допустимой дозе но наоборот профилактирует эти но уцепиться вот за то что мы точно знаем что алкоголь в большом количестве уж доктор заур точно скажет к чему приводит вот этот муж а уж и ждать о том что алкоголь якобы профилактирует какие-то онкологические вещи но это не та часть где нужно пропагандировать алкоголь за то чтобы учитывая что алкоголь еще кучу других проблем создает лучше вообще не пить мы об этом уже договорились да по моему в прошлом нашем эфире хорошо миф или правда что чистый табак это до продолжает быть вреден для легких но уже не так вреден для почек а для почек больше вредны вот эти вот непонятные смеси так называемая шиша и сигареты но фабричного производства то есть который уже давно там не из табака а из каких-то непонятных химических смесей это миф или вредно все и без разницы вообще курить не надо просто курить не надо курить но в отношении того фабричного табака я вам скажу что начале 20 в начале в середине с 1950 до там там еще плюс там 20-30 лет табачные изделия они модифицировались в лучшую сторону потому что табак таково не остался остались большое количество химических веществ именно вот в этот после этого промежутка времени начинает от 1950 года уже после те пациенты которые начали курить в этом промежутке времени они конечно же показали большой бум онкологических ваше исходе урологической в том числе конечно же это связано не только с тем что люди курили это конечно связано с диагностикой улучшением диагностики так далее но опять же факт есть фактом исследования показали что вот в этот период табачная и табачные фабрики абсолютно поменяли свой состав в худшую сторону я извиняюсь я не знаю может быть есть такие исследования и и и и на практике вы замечали что сейчас очень популярный кальян к сожалению вот что с появлением кальяна с его популяризации пациентов вашей области стало больше именно те кто очень любит это дело есть какая-то прямая зависимость сигаретами мы поняли алкоголь поняли а вот с кальяном как я честно говоря не не видел не встречал таких средних относительно кальяна я думаю что могут нам ответить те страны где привержены к такой культуре то есть арабские страны они могут через определенное время сделать исследование то есть выявить корреляцию между потреблением кальяна и вредом там в сторону легких в сторону мочеводелительной системе я не могу тут вам точно сказать да или нет у нас по моче остался один вопрос который хотелось бы задать это остаточная моча на узи о чем это говорит и вообще что это вот как это механизм то есть это не говорил что она является фактором диагностики ну что это за понятие для пациентов хорошо остаточная моча говорит о первичной либо вторичной проблеме функции мочевого пузыря первичная это то есть бывают проблемы нейрогенного характера и если они связаны с центральной нервной системы когда мочевой пузырь гипоконтрактильный например он не отвечает и не реагирует он такой ленивый становится и тогда действительно остается остаточная моча либо же это за счет аденома то есть все что ниже мочевого пузыря это предстательная железа на ней гиперплазия предстательная железа либо структура уректора все что мешает отхождению моче из мочевого пузыря и после мочеиспускания мы оцениваем остаточную мочу мы видим что это есть в норме это будет порядка там 30 процентов от выделенной выделенного объема если 30 процентов остается не норма извиняюсь патологии то это уже считается патологичной остаточной ночи мы несколько сегодня говорили простат простата простата давайте поговорим о простате вот как для чайников что такое простата в двух словах и для чего она нужна человеку такой орган предстательная железа который находится в тазу он находит он фиксируется с мочевым пузырем через него проходят в мочеиспускательный канал он необходим для секреторной функции для того чтобы сперматозоиды у мужчин были в какой-то среде комфортно для них это секрет предстательной железы и он является защитным механизмом в этом отношении и естественно он продуцирует определенные гормоны которые помогают превратить тестостерон в другую форму тестостерона но имеет тенденцию к старению предстательной железы а если взяться психологическую сторону то это лучше всего отражает фразу что это у мужчины это второе сердце ну поэтому есть очень частые запросы и в google и в ю тубе в ю тубе очень часто один из частых запросов это как лечить простатит домашних условиях возможно ли это вообще доктор но я практически думаю что я не знаю как лечит в домашних условиях я вам честно скажу а я сейчас расскажу у меня все ходы записаны я прям причем это настолько не интересно с точки зрения науки что я это именно вот буду читать потому что в google пока ты сможешь в google один из самых распространенных запросов по предстательной железе это как уменьшить простату я не помню зачем это для чего ее уменьшают наверное не предстательную железу гомет а умеют хотят уменьшить гиперплазированную аденому гиперплазированную ткань когда увеличены хотят уменьшить ее а уменьшить для чего потому что люди не хотят операцию если это аденомы предстательной железы или гиперплазия пристать доброкачественной гиперплазии предстательной железы она влияет на качество мочеиспускания и люди хотят уменьшить и уменьшается это но есть официальные способы для уменьшения это медикаментозные но это разные категории граждан пациентов есть хирургические методы лечения два всего лишь два вида методов лечения но вот чем больше всего любят самые популярные методы такие и в виде бадиков и в виде просто купленных травок и так далее на фито препараты тыквенные семечки африканская слива карликовая пальма и масла некоторых других пальм ликопин вот что из этого до что из этого нет это все да да это все да потому что они показывают свою эффективность в отношении предстательной железы но это не должно быть во главе патогенетического лечения абсолютно но думаю он должен быть вспомогательным да но какого-то больших ожиданий от этих препаратов то есть получается что только они не вылечат без них вы лечить тоже можете ну получается это так просто невредное дополнение ну да да как ощутить что у меня с простатой что-то не то ну не у меня не дабы конечно человеку как что что-то не то вот есть какая-то какие-то признаки и что вот пора обращаться к врачу до определен если нет жалоб такой вы как скрининг говорите наверное ну вот чувствуешь что я должен почувствовать что понять что надо пойти к врачу куда пойти обратиться кругу и видимо спросат что-то не то что опять если не дай бог у вас будет острая ситуация то вы прям почувствовать это точно а вот боль в промежности болезнь мочеспускания боль над злоном а вот если не острая чтобы на ранней стадии нет профилактических мер в этом отношении на ранней стадии есть определенный возрастной период когда мы пациент мужчина он должен необходимо но он должен получить консультацию уролога отправиться на скрининг да ну скрининг тоже понятие такое дискутабельное именно скрининг рака предстательной железы вот ну условно там если нет наследственной отягощенности по онкологическому процессу то 45 45 уже должно быть у уролога на приеме там все очень просто профилактически пойти профилактически если один раз все хорошо нет у вас никаких симптомов если один раз все хорошо то по разным данным там через год потом через пять и через восемь про рак вы только что сказали помолодел же он нет и почему если да то почему я наверное ну выявляется в раннем возрасте но он наверное бы он он был и раньше вопрос диагностики сегодня диагностика улучшилась вот ну и плюс конечно же те те условия которые в которых мы сегодня живем это продукты питания это среда обитания и так далее и так далее возможно они являются пусковым таким триггером для того чтобы рак все-таки помолодел на несколько лет я думаю тут есть эти и наверное вот я сейчас задам вопрос о еще одном биче современности сидячий образ жизни как он влияет и влияет ли как-то на предстательные ну отрицательные но не только на предстательные все наверное отрицательные конечно нужно нужно совмещать то есть по сердцу по сахарному диабету по печени мы знаем что это катастрофа у вас тоже это классически да классически те же самые рекомендации нужно ходить в день пешеход обычный пешеход он улучшает циркуляцию в малом тазу улучшает тонус в этом отношении и конечно же ничего ничего нового мы ничем не отличаемся от других органов и то есть это чё в жизни влияет и на простату и на мочевой пузырь да или нет да я думаю что но не я думаю а так это и есть в принципе тяжело повлиять на просто так чтобы не повлиять на мочевой пузырь на поэтому это такое повлиять знаете в отдаленной перспективе наверное речь идет не не сегодня много раз мы сказали одному простат одному простаты и как бы мы когда готовились мы читали мы вы точно знаете я узнал пока готовился но для тех для непосвященных доктор в двух словах что-то под указом простаты как ее лечит насколько это серьезная вещь и так далее так далеко аденома предстательной железы иными словами то доброкачественной гипераплазия предстательной железы она формируется в определенной части предстательная железы и растет с определенного периода времени. Причина появления роста? Точных фактов нет, но основная теория – это гормональная теория, это андроген-эстрогенная теория, и в определенный период жизни, до 80 лет, практически 90% мужского населения, в 80 лет, они имеют в той или иной степени аденому предстательной железы в размерах. То есть поглотит это всех, большую часть. Вот в этой части… Чем мы будем дольше жить, тем больше будет этот процент, который столкнется. И вот на определенной части разрастается дополнительная ткань в предстательной железе, чем чревато сжимается часть мочеиспускательного канала, как это клинически проявляется, жало пациента. Это пациента пиалая струя мочи, учащенная мочеиспускание, прерывистая иногда может быть мочеиспускание. То есть все те симптомы, все те расстройства мочеиспускания, которые влияют на качество жизни пациента. Некоторые пациенты, я вас уверяю, если вы обратите внимание, просто даже пациент приходит ко мне, я говорю, как вы мочитесь? Он говорит, нормально. Я говорю, вот скажите, вы по парку пройдетесь спокойно, без поиска туалета, например, уборной. Он говорит, нет, я там каждый какой-то определенный промежуток времени ищу в туалет, и хочу мне необходимый туалет. Ну, уже есть проблемы. А хотя он стесняется, не может сказать. Но это лечится медикаментозно или это обязательно операция? Не обязательно вообще операция. Вот это, я все жду, когда же вы зададите классический вопрос, но, наверное, сам нашим зрителям, вашим зрителям скажу, что главный миф – это когда аденома, все боятся ее. Аденома боятся, и, кстати, по поводу лечения тоже. Аденома боятся, потому что думают, что она перерастет в рак предстательной железы. Это главный стереотип неправильный абсолютно. Аденома сама по себе, у нее своя жизнь, у предстательной железы своя жизнь. Если раковые клетки, так уж получится, начнут расти, то они совершенно в другой части предстательной железы растут, нежели аденома. Аденома – это одно, и поэтому оперировать аденому просто потому, что она появилась, и она есть, и она каких-то больших размеров – это абсолютно неправильно. Четкие показания. Планк IPSS, урофлоуметрия, пальцево-ректальное исследование, показания анализ крови на ПСА, остаточная моча, если есть. Да, нет. Все. Вот на моей руке 5 пальцев, 5. И после этого вы решаете? После этого мы принимаем решение. Если это легкая, средняя степень или тяжелая степень, мучеиспускание, грубо говоря, проблемы, то мы принимаем решение. А. Медикаментозно. Б. Хирург. Ну, естественно, всегда начинаем с медикаментозно. Если это медикаментозно, дальше уже дальше. Там нужно смотреть за этим пациентом. Если пациенты в серой зоне, в средней степени тяжести у них, симптомы эти, то, конечно же, они с большим риском перейдут в тяжелую. Дальше есть последствия свои. Это задержка мучеиспускания, проблемы с почечной недостаточности и так далее. Но пациентам есть аденома. Там будет норма 25 объем предстательной железы. Аденома будет, например, 170 объемов железы. А характеристики роста узлов они имеют, если они идут в периферию, это хорошо. По большей части проблем не будет у пациента. У пациента же не будет знать, что у него аденома в 170 кубов, например. Он даже не будет, потому что она никак не беспокоит его. Он сходит в туалет с ритмичностью, как и раньше ходил, так и ходит. А ночью не встает, все нормально. А есть пациенты с небольшой аденомой предстательной железы, так они там убиваются, они ночами не спят, у них ухудшается качество жизни. Это депрессии бывает. Поэтому этим пациентам нужно помогать, безусловно, с начала медикаментации. Это почему? Потому что она не расширяется вширь, как вы сказали? Нет, потому что она сдавливает мучеиспускательный канал, и у пациента ухудшается качество жизни в связи с тем, что ухудшается качество мучеиспускательного. Это с возрастом как-то связано? С возрастом связано. Прямая корреляция, конечно, с возрастом есть. Ну, молодые приходят с аденомой? Приходят. Молодые, я считаю, молодые-то 40. Насильственно, говорю, наследственные. Насильственно тоже приходят. Жены их отправляют, потому что они устали уже, знаете, что там в ночь, он ночью несколько раз встает и ходит в туалет. И как раз-таки первым диагностом в том, что у мужчины есть проблемы, это супруги этих проблем, этих пациентов, потому что мужчина-то, он адаптивно к этому приходит. Он думает, что это нормально, это процесс старения, это так и должно быть, с этим не нужно обращаться. Нет культуры, нет воспитания, ну, там какой-то медицинской культуры, я имею в виду. И тут, конечно же, жена это все это дело достает, и они идут с ними к мужьям. Вот это первые наши помощники. Ну, раз вы оба выдали по одной оговорке по фрейду. Да, если кто-то разведен, то... То зря он это сделал, он диагностно решился. Нет, но если у молодого, то это причина только наследственная? Или вот что может привести? Причина, причина много, мультифакторная. Мультифакторная тоже нет. Курение тоже следующий образ жизни, тоже куча вот всех факторов. В основном это гормоны, основная теория, это гормональная, конечно. Мы часто сегодня касались УЗИ. И УЗИ, я как врач знаю, можно посмотреть классическим способом, через брючную стенку, можно через прямую кишку. Понятно, что если мы делаем такое достаточно неприятное, ну, по крайней мере, для большинства мужчин, неприятную процедуру, то значит, она почему-то неизбежна. Потому что, ну, иначе мало удовольствия для врача и для пациента этим заниматься. Когда пациент должен понимать, что ему нужно на это соглашаться, вот когда врачу, урологу это просто необходимо бывает сделать? Ну, тут и бывает. Тут тоже делится лагерь на два. Вот, я из той категории специалистов, которые абсолютно спокойно относятся к тому, чтобы посмотреть это через живот. Тут принципиальное значение, что через прямую предстательную железу можно увидеть какие-то структуры, определенные зоны, размер чуть будет более точным предстательной железы. Но, опять же… Но это не принципиальные получаются вещи? Нет, ну, где-то это принципиальные вещи, но для этого есть у нас пальцево-ректальный исследование, в котором мы уже понимаем, какого объема. Если есть дополнительный очаг, то да. Опять же, если это в рамках аденома, если речь идет… Ну, в целом предстательная железа. Если речь идет о острых воспалительных, если мы подозреваем абсцесс предстательной железы, то тут, конечно же, совершенно тут нужно более прицельно посмотреть и трансректально. Но биопсия делается, она делается трансректально, есть промежностная биопсия. И вот в этих случаях, наверное… И она под контролем ОЗИ делается, да? Да, да, да. То есть есть варианты, когда пациент просто неизбежно для пациента это делал. Да, да, есть варианты, конечно. Кроме аденома, о которой мы поговорили, какие еще самые распространенные операции на простате, доктор? В основном, если аденома, то тут несколько операций бывают. В основном это эндоскопические, трансректуральные хирургии, разных видов, это резекции, самое современное – это инуклеация лазером, и не только лазером, вот, инуклеируется. Дальше следующий момент – это именно на предстательной железе, это по поводу рака предстательной железы, удаляют всю железу в целом. А как жить без железы? Как это ухудшает качество жизни? Моу, хороший вопрос. Как забеспокоиться, так и гамить, не дай бог, конечно, но могут быть недержания мочи, стрессовые они называются стрессовые. Почему при физической нагрузке пациент может пропускать мочу? Отсутствие эрекции. То есть, если есть, конечно, определенные виды, нервозаберегающие операции простатоктомии, тогда может присутствовать эрекция. Но если я, вот, то, что сейчас прямо в голову пришло, это может быть в раннем после процесса, но вот через полгода все не ревелирует. А с эрекцией, да, она, как бы, если ушла, то ушла. Не дай бог никому. Доктор, пока такие, как я, очень мнительные товарищи не побежали прислушиваться к себе, дайте совет, пожалуйста, напоследок людям, как понять, что не все коллеги ваши, к сожалению, такие же добросовестные, как вы, как понять, вот ты приходишь к врачу, тебе на самом деле не нужна никакая операция. Но он тебя разводит. Не важно, если связано это с почками, с мочевым пузырем или с простатой. Я даже добавлю, с твоего позволения, наверное, чаще всего еще и с, так называемым, варикоцелли. Бывают, да, такие моменты. Ну, в общем, да. И вот как понять, что у тебя врач как-то, может быть, что тебя разводит, что тебе нужно поменять врача, что не нужна операция, постоянно обращаться к разным врачам, или есть какие-то вот моменты, моментики, по которым ты понимаешь, что нет? С профессиональной точки зрения. Опять же, слушать, как врач аргументирует, как врач объясняет, рассказывать, почему нужна эта хирургия, если речь о хирургии идет, рассказывать, какие могут быть осложнения, в каком процентном соотношении. Я, как правило, могу сказать не только данной литературы, например, статистику хирургических осложнений, статистику вообще своей хирургии. Одно есть, с одной стороны, понимание, что статистика вот этой хирургии, какие-то осложнения. Мы-то знаем, что есть наши личные осложнения и своя статистика у каждого. Конечно же, если он скажет, что вот у меня вот такая-то статистика, если пациент спросит, конечно. Ну а в отношении хирургии, это, конечно, очень такой шепетильный момент, в том плане, что очень нужно к этому делу более серьезно отнестись. Всегда нужно слушать второе мнение. Всегда. Вот, по-моему, единственный способ – это второе мнение. Это второе мнение. И искать врача, который не боится, а наоборот поощряет второе мнение. Не говорите, что вы были у кого-то, не говорите, что вы… Услышьте второе мнение, что он скажет. Если эти мнения не совпадают, дальше уже смотрите по тем критериям, как вы оцениваете. Аргументация. Да, как кому вы пойдете. Опять же, экстраполирую все на себя в этом отношении. Я вижу, что момент спорный. Я вижу, что пациент сомневается. Даже не спорный, а сложный случай. И я понимаю, что в этом сложном случае, ну, я уверен, что не я, а ссылаясь на определенное руководство, протоколы, я даю правильный ответ сегодня, но я вижу, что он очень сомневается. Ну, скептически настроен. По разным причинам. Боится врача, думает, честно, клиника, еще что-то. Но это видно прямо в глазах, что человек не верит мне. Тогда в данном случае я просто прошу их, и нельзя оперировать пациента, который не хочет оперироваться. Тем более планово. Планово я имею в виду. Ну, вот заставлять его нельзя. Это плановая операция. Он должен хотеть эту операцию. И поэтому в этом случае я просто прошу обратиться за вторым мнением. Но я всегда прошу дать мне это второе мнение. Много говорите с пациентами? Ровно столько, сколько необходимо. Для меня, как для пациентов, всегда важно, чтобы врач был эмпатичный. Вот есть врачи, к которым ты ходишь, видишь, и он так вот совершенно так вот. Это сделаешь, это сделаешь. А ты хочешь, чтобы с тобой поговорили, чтобы тебя убедили, чтобы тебя пожалели, да, наверное. Ну, это тоже зависит от того, под какое настроение. Наверное, от ситуации зависит, от потока. Я думаю, что наши бедные врачи, которые по ОМС сейчас впахивают, они просто физически не успеют. То есть они, сделав добро тебе, за дверью Джаматенхак на дирилляр, понимаешь? Тут важно, что вы хотите, гамет от врача. Так, посидеть и душу излить, либо действительно выявить проблему, которая есть. Вот сейчас очень конструктивно все. Бывают конструктивные разговоры, бывают разговоры по душам. Опять же, если у двух в этом отношении они симпатичны друг другу, ну, в хорошем смысле слова, то, конечно же, общаются. Ну, вот я думаю так. Доктор, давайте напомним, вы работаете только в RDA, где люди могут вас найти? Только в RDA. Только в RDA. Я благодарю вас за то, что вы сегодня сюда пришли. Я думаю, было очень интересно и, главное, очень полезно, я уверен, для людей обоих полов и всех возрастов. Так что спасибо вам, удачи. Заву, спасибо тебе большое за то, что сегодня принял участие. Спасибо. Мне самому было интересно, поэтому я думаю, что будет интересно как пациентам, так и врачам. Спасибо. 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 Спасибо.